всем добрейшего здесь какие-то эти суслики бегают не подпускают близко издалека только получается их заснять ну и по плану у нас сегодня добраться все-таки до Каспийского моря продолжайте движение первый раз вижу прадущегося Казаха он едет по скорости около 20 км в час ну не 20 ограничение 40 ну просто это первый такой Казахстан обычно они там живут по кругу да как эти вертолеты ну или вот так и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, нормально едет вроде как Расход вот сейчас по трассе ехали 4,8 показывает Я не знаю, но вот по Беларуси Сколько не ездил, я ни разу таких результатов Не добивался 5,5, 5,3 там что-то такое Ну что-то 4,8 4, сколько? Не, наверное меньше 4,6 по-моему по России мы ехали Вот в этот раз Меньше не было 4,8, 4,7 Это да, это прошлое А вот в этот раз меньше не было Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вы поняли, верблюдами нас уже не удивишь Мы вот как только заехали в Казахстан Везде верблюды, верблюды, верблюды Ну и помимо того еще и остальные животные есть Лошади, коровы, да? Овцы и козы Овцы и козы реже попадаются Ну вот верблюдов прям Я уже насмотрелся столько, что Опять верблюды Вот так вот воспринимается А раньше Где верблюд? Где верблюд? Вон верблюд Возле забора стоит Возле столба стоит Везде стоит Даже запах верблюд А, да-да-да Проезжаешь и такой Аромак Ммм, верблюд Вот лошадки Ну а пейзажи, как я и говорил Они вот не меняются Просто вот степь Ну и все И такая вот Мелкая там какая-то растительность Травка, кустики Еще попадаются вот такие вот озера Проверни, покажи Вот таких озер еще много Каких-то соленоватых И, ну и когда я со спутника Тоже карты смотрел Там их по всей степи Много Ребята, идем между двух верблюдов Загадываем желания А если это двух горбы То два желания А, нет Один одногорбый Второй двух горбый Как быть? Сколько желаний Полтора Идем Загадал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, повернули мы К морю К морю, к морюшку Вон туда Прямо, если бы поехали Там уже граница Узбекистана Это город называется Бэйнеу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, там, я не знаю Ну, там, я не знаю, до границы Совсем чуть-чуть Буквально Пять минут И все И Узбекистан Но мы сюда еще вернемся Сейчас мы на море съездим Кружок такой сделаем И потом назад сюда И поедем на Узбекистан Прямо заметает С какого-то карьера, что ли, да? Они вон там купаются Да, там, меловой, как бы это, карьер Белый, вот цвет А, это что? А это дождь А это, велика, тем более Порвало его Грузовичку Пошли под дождик Под дождик Ты до пылью больше порастешь, чем дождик Краюшек какой-то тучки Сейчас он попрызгает и перестанет Про дорогу вот хочу Вот мы, получается, из Астрахани Ну, таким квадратом проехали Как он там? Атырау Потом Актау До Каспийского моря Я смотрел, кстати, по гугл-картам Берега вот эти все в Астрахани Там как-то, судя по картам Невозможно подойти нормально к морю Дальше там тоже По Казахстану, как ехали Единственное вот нормальное место Это Актау Город Там вроде как нормальный пляж должен быть А так я не знаю, где там еще забирают А, знаю, в этой В Махачкале По-моему, там еще пляжи нормальные У Каспийского моря И, может быть, в Азербайджане тоже Но это уж туда дальше И, собственно, вот эту дорогу, которую мы проехали Ну, я хочу сказать, хорошая дорога Несмотря на то, что сразу там 60 Вот эти знаки стояли Какие-то съезды-объезды Но мне кажется, они когда-то уберут Вот этот 60 ограничений Поставят 90 И все, и можно пилить Вот здесь дальше потом ямки попадались Ну, так, они на каком-то небольшом участке Главное ночью не ехать Потому что там такая иногда большая дыра А так издалека видно Там пару раз объехал Ну, и вот сейчас, сейчас вообще идеально Прям как российская трасса Гладенькая, с разметкой Ровненько едем Про водителя еще хочу добавить В целом-то, в общем-то, адекватные все Попадались, конечно, такие Ну, вот едет поток машин Вот трасса, две полоски туда-сюда И он догоняет меня Мигает мне Мол, я слишком медленно еду Сигналит мне Едь быстрее А он обогнать не может Там поток обочины Тут как-то, кого и нет Во враг сразу Чего ты мне векаешь? Чего ты мне сигналишь? Если я хочу ехать быстрее Я поеду быстрее Хочешь обогнать? Обгоняй Не можешь Плетись сзади Ну, таких вот Ну, пару долбачей таких Попадалось точно Не знаю, что они хотели А так, в общем-то, нормально все Что-то накрали Вообще непонятно, что это Это что-то тяжелое Здоровое Жаришка, конечно, тут знатная 40 градусов показывает машина Там мы закрыли окна Решили немножко охладиться Портим показатели по расходу 4,4 было даже Сейчас уже 4,7 Про воду хотел рассказать Мы в России еще где-то набирали Потом, как ближе к Астрахани начали После Волгограда, по-моему, да, Свет? Да, в Астрахани Больше уже все Воды нигде нельзя было Ни в колодце, ни колонок, ничего Там были только вот эти, которые продают воду фильтрованную Но там пару раз набирали Киоски Киоски такие И по Казахстану едем тоже нигде Ничего, воды нельзя Только купить Единственное, что мы вот Когда ремонтировались Я там к ребятам подошел Говорю, можно отсюда воды попить Он говорит, да, только вот спусти Чтобы похолоднее было А когда уезжали Я спросил у нее Говорю, а можно набрать воды в бутылке? Набирай, говорит И мы набрали во всю тару, что у нас была И телитровики, трехлитровики, и полторашки Все-все понабирали Ну, сейчас как бы с водой едем И Света тут Короче, стакан стоит в салоне Он нагревается, вода до такой температуры Ну, я не знаю, ну, 40, наверное, точно градусов Может, чуть больше Потому что пьешь, она теплая И Света, короче, тут пакетики чая кинула Не использованные, а целые И вот Заваривается Даже греть воду не нужно Розовенький, может быть, лучше видно Тут темновато О, вот так видно Вот, чайок Ну Так что вот так Вода теперь с ароматом чая Мы подъезжаем к какой-то тут достопримечательности Там еще вперед километров 50 И потом в сторону В сторону Уходим направо Я, правда, не знаю Есть там дорога или нет Или там бездорожье Заговорил навигатор И Там должны быть какие-то Древние могилы Ну, не прям древние-древние Какой там 12-й век ты читала, да? Так это прям древние-древние А я думал Тут рядышком, где-то недалеко 15-й и 21-й Да? Ну, ладно Пусть будет древний Там какие-то воины Известные Старые, похороненные Потом какой-то там пророк Ислама Да? Правильно? Мы тут читали информацию Кстати, кому интересно Где мы ездим В путевых заметках Будет там вся информация В формате ворде, наверное, я скину Все места, где мы посещаем С описанием То, что я нашел Описание То добавлю Так что, кому нужен будет этот маршрут Пожалуйста, в телеграм-канал Там вот ссылочка будет в описании По трассе едем Много, где кемпинги Такие встречаются Там яма смотровая Туалет есть Иногда даже беседки Здесь я не вижу По-моему, никто Здесь нету Здесь нету Чего ты ерзай, еще не успеваю За тобой Да ее лицо и так не всегда В этот кадр влазит Это мы остановились В общем Пометить территорию Мы это самое Пропустили Тут одну достопримечательность Ну, как достопримечательность Может, мы и не проехали бы Там, может, там бездорожье Там какие-то Озеро Битумное озеро Было И что-то еще И камни какие-то Ну, там сказанные Такие круглые Какие-то такие Валяются Непонятного назначения Это было досор А, и туда в сторону Куда-то Ну, ладно Сейчас попробуем Кладбище Подойти Тут уже рядышком Где-то Все крайне непонятно Вот ориентир Как он тут Сайотис Сайотис Вот эта рамка И якобы Ну, и вот здесь Направо Блин, я не поехала сюда Может, все-таки По полям Вот так вот Ну, мы туда и не доедем Вот здесь мы Сюда надо пробраться Ну, и там километров 30 было написано По этой дороге Да По такой дороге Часа на полтора А там я еще смотрю Железная дорога Впереди Через нее, что ли, переезжать Возможно Ладно, сейчас мы посидим Подумаем Но, скорее всего Я не попрусь В Монголии, если честно Проще было Там просто Вот по траве едешь Она ровненькая такая Едешь, едешь себе Главное, на кочку Какую-нибудь Не наскочить Объезжаешь Здесь не так Здесь не так Здесь нифига Здесь просто так по полю Ну, на нашей машине Точно не поедешь Может быть, на внедорожниках Да, без проблем Ну, и туда, наверное Возят экскурсии Наверное, на внедорожниках Ладно, в общем Сейчас мы подумаем И решим Не, не поехали Мы решили не рисковать Далее у нас Поселок Шетпе 127 километров Ну, а там Надо почитать Там какие-то красивые виды Там то ли какие-то скальные массивы Начинаются Что-то такое Надо почитать там В прошивке Что там Иди читай Нужно читать Что там Красивые виды, да? Горы И там даже По-моему, эти Наска Рисунки А, да Там какие-то рисунки Непонятные Но это с высоты Они кое-как находит Снизу мы проложим новые Что городами Расстояния вообще большие Вот так вот едешь Едешь Можешь два часа ехать Три часа Ну, приличное расстояние Просто километров Двести Триста Пятьсот И ничего нету Ну, только кемпинги Какие-то попадаются Там иногда заправка Две избушки стоит Там Шайхана Здесь не Чайхана А написано Шайхана Еще какие-то там варианты были, да? Шайхана Шайхана Что-то такие Различные какие-то Интерпретации Да, я не знаю, чем они отличаются А так, вот что мы видим Целый день едем Ничего абсолютно Степь до степи Кругом На границе Что ты там подержишь? На границе, когда стоял там с ребятами Общался, казахи Машину перегоняли себе Из этой, из Грузии Говорит Да, вы тут ехать будете Тут вообще ничего нету Говорит, туда Когда к Астане уже едешь Там поинтереснее становится А здесь Ну, вот собственно Так и вышло Не полей Ну, я понимаю Почему здесь нифига не растет Что здесь садить Что полу здесь выгорало Вот только верблюды И лошади ходят И все, собственно Что-то ехали, ехали Я говорю Здесь смотреть нечего Потому что тут все спрятали Какой-то каньон нашли Вон там трасса А здесь вон ямище Там даже подойти страшно Я не знаю, что там Воу Красота И колеса валяются внизу там А нет, это птицы Там где-то живут Да, вот здесь В расщелиных Потом у нас сразу летучие мыщи И большие птички Ну да, тут край лучше не подходить Какой обрывистый прям А так-то едешь Ровненько все Ничего не видно А куда я тут садить Что собрался Тут же песок один Она не то, что не выгорит Тут даже садить некуда Просто песок Песок же не растет ничем Ладно, едем дальше А, ё-моё Так мы вниз спускаемся А я еду такой и думаю Что такое, что такое Смысет И ни хрена себе Ехали по пустоши Не взначале И вниз в дорожках пошла Как так-то? Ну Как вы это откопали? Вот что значит поныть Нечего посмотреть Все однообразное И сразу появляется красота Это что там Смотровая площадка что ли Смотровая площадка И строительная Может смотровая На трамплин давай Ой Я надеюсь сюда можно Блин, а красиво Вот это бело Пойдемте немножко красоты Посмотрим Смотровая площадка Мне кажется Вот здесь можно Лица какие-нибудь вырезать Вот здесь даже Прорисовывается Нос, рот Смотровая площадка Смотровая площадка Смотровая площадка Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну блин сложно наверное я бы развернулся с другой стороны поехал там просто с двух сторон есть заезды ваня а вот он аля отель на на карте отмечено что здесь отель там юрты короче стоит на развилки на этой боба фига ся так все что мы можем на машине увидеть это вот это великолепие ой что-то стрекочет такое это кузнечики копился не трещат так теоретически вот туда можно как-то проехать вот здесь дорогой видно идет какая-то возможно туда на внедорожниках ездят там еще есть написано какой-то лабиринт не знаю что за лабиринтом из скалы или из чего он сделан и какие-то загадочные вот эти рисунки как эти рисунки нас к в казахстане я правда не знаю они древние либо современно нарисованы сейчас я гляну как тут вообще едут и на чем с трассы есть какая-то дорожка и куда-то вон туда она ведет знаю сейчас я подъеду конечно гляну на своей машине может там и можно проехать взобраться туда вроде как нормальная ровная сейчас посмотрим и потом в обратную сторону и вот этот перекресток который я показывал на про направо сейчас будем уходить и там где-то вот должны мы мимо этой горы проехать цвета ты куда полезла вот он на береже меня теперь должен до вечера я в общем посмотрел здесь она вроде нормальная ровная идет а дальше там уже какие-то скалы и пойми там дальше пешком идти что ли поэтому едем дальше пешком точно не вариант сегодня ходить мы из машины вышли ветер просто горячий как в этой как сауне знаете когда парку поддашь обдувается крематория это как в ридике да испепеляющий просто мы воды сегодня выпили вот уже пяти литровик вы просто выпили его и по-моему я следующую полторашку там достал да мы три с половиной литра бутылку полторашку выпили и вот следующая полторашка пошла так вот это вот жара сегодня такая Субтитры сделал DimaTorzok Вот эта шляпа такая прикольная, там я смотрю тоже какие-то такие бездорожные дороги, бездорожные дороги, да, козьи тропы, по которым, а вот еще какая-то есть дорожка, ну-ка, подожди. Ну, давай, сейчас туда усилию. Тихо-тихо-тихо, там какой-то кемпинг. Вот здесь вот какая-то дорожка появилась, асфальтированная. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О-о-о, вот здесь нормально, смотри. Вот шли с мотровой, вон даже парковка большая. Я смотрю, здесь, наверное, так подъезжают. Сейчас, сейчас, подождите, я тут нашел дорожку прямо, прямо туда. Не делайте как мы. Тык-тык-тык-тык. Нет, там, засядем. Слишком крутой подъем. Я сейчас тут остановлюсь. На пузо сядем. Спустились вниз. Ну, там такой крутой подъем. Нужно было, конечно, подняться, но можно было и застрять. Поэтому пешочком сейчас поднимемся. А-а-а, а все казалось так страшно, что туда вниз прям пропасть. Ну, вот такой здесь склон волнистый. И там он внизу, кладбище какое-то. А-а-а, вот они, дороги идут, прям туда можно подъехать. Где там машина? Вон там машина. Вон она светится. И вот дорожка ведет прям туда. Можно близко доехать. Ну, это если кто прям захочет туда. Только вот здесь вот там, ну, совсем такое какое-то, как это... Возможно, была насыпь, чтоб не ездили и ее раскатали со временем на внедорожниках. И она такая прям гробылями. Тоже можно нищим сесть. Внедорожникам пофигу, они проедут. Потому что вон, дороги ведут вокруг всей этой горы. И даже вон на нее какая-то тропинка ведет. Это, получается, к самому подножью. Еще тут много каких-то указателей. Шары октау 94 километра. О, октау! Вот мы туда едем, только я боюсь это по прямой 94. Наверное, больше, если по дороге ехать. Вообще, вот этот маршрут, это... Я его попутно составлял. Моя основная цель это до Каспийского моря. Доехать и там ноги помыть. Я просто начал искать. Ну, хера тут, блин, сколько? 500 километров просто так ехать. Думаю, дай попутно поищу что-то. Вот эту гору нашел. Потом там линии эти, как их там, Наска. Ну, я их назову Наска. Они, может, здесь по-другому называются. Вон, смотрите, там джип куда забрался. На верхушку. Это когда тропы все знаешь. Когда на внедорожнике, то, блин, по таким можно красивым местам прокатиться. Вот. Я к тому, что вот это попутно, ну, интересно посмотреть. А если вы на Каспийское море съездите в Махачкале, то, в принципе, здесь можно не кататься, а сразу по прямой и в Узбекистан. Что, потрогать его? Ну, вот сюда еще. Эй, не достал. Руки короткие. Ха-ха-ха-ха. Так уже рядышком. Ну да, там вон чуть-чуть не достал. Что говоришь? Айса? Тебя Айса зовут? Скажи, на Октау туда ехать? Махни хотя бы полонуть. Она, наверное, не знает. Здесь просто дорога такая асфальтированная закончилась, пошла вот такая. И мы что-то засомневались, туда ли мы едем. Потому что Navitel этих дорог не знает. У него якобы тут вообще дороги нет. Даже до этого поселка мы доехали 23 километра. У него там все, ничего нету. А мы едем еще. И спросить тоже я пока тут никого не вижу. Ну, куда здесь можно? Вот сюда, наверное. Это увлекательный. Я поезжаю. Ну, тут было. Ух. Боевые вот эти подъемы. Яй-яй. Вот солнце. Охренеть. Проверка машины. Капец, там подъем, ну, крутой был, на видео никогда не видно Я сколько раз проверял, потом, ну, ты говоришь, крутой подъем, на видео смотришь, такой, а, херня какая-то А там реально иногда вайд на 45 градусов, ой, веселые горки Так, хорошо, здесь крутые закончились, дальше вроде поравнее На, вроде, даже асфальт, нет? Нет? Ну, там сейчас на асфальт источник А нет, не асфальт На встречу ехала машина, тормознул их, спросил, проедем ли на КТАЛ Говорит, да, проедем Я говорю, а проеду ли я? Не то, что там есть ли дорога Говорит, да, нормально, ну, все Это был седан, кстати, тоже Асфальт дальше пошел Там такой, как, ну, это же не то, чтобы гора, там, как перевал, я назову его Но это же не гора В общем, самый сложный участок такой был, песчаный, какой-то песчаный, а там камни Все, и вот его перевалили, и дальше асфальт укромненький пошел То есть километра два, наверное, да, свет где-то так Такой дороги Нормально, конечно Так, далее у нас выбрались мы из этих закоулков Следующая путевая точка, вот у нас Т-образный перекресток Мы упираемся, если влево пойти туда Там есть какая-то высокая лестница и родник Если пойти направо, там мы выскочим на трассу, потом налево И все, и пряменько до моря Ну, километров, 99 километров пишет Ну, собственно, вот сейчас направо так ломанемся Потому что уже вечереет Хотя вот солнце еще высоко, но видно, что уже оно какое-то не такое светлое уже Красноватым отдает И надо до темна добраться до моря все-таки Я хочу искупаться Я надеюсь, там пляж будет Потом мы так едем, там уже и пляжа нету Блин, мухи эти Что, еще одну бутылочку допили, да? Уже Аришка А там уже еще полторашку Шесть с половиной выпили Следующая пошла Блин, с чаем, конечно, прикольнее Чем просто воду Миланье воды А можно долить? Бутылку Ладно, едем дальше Вот оно Каспийское море Очень сильный ветер Но он не холодный Он горячий Собственно, как и там А само море холодное Как Волга, наверное Которую мы забирались Такое же ледяное Но Одно-другое компенсирует И оно немножко мутноватое Правда, вот здесь по краю Не будет видно нифига А вот если туда дальше пройти Оно, кстати, достаточно мелкое Далеко То там этой мути нету Но сильные волны Полотное И ветер А так Замечательно Ноги мы помыли, да? С миссией справились И не только ноги И не только ноги Окунулись после такого жаркого дня Потом обходили Сколько мы обливались Два дня, да? Вчера и сегодня Так они стат мылись Привет, пусть поймала Без нее, да Вообще вот здесь Что-то вроде платного пляза Там парковка Но мы за этими барханами Стали бесплатно И дошли пешком Там по расстоянию Вот почти как машины стоят Ну, чуть дальше Просто они, может быть, По ровной дорожке идут А мы по песку шли Ладно, мы остываем Будем искать ночевку Потому что солнце садится Наверное, где-то здесь же остановимся А утром, возможно, еще раз искупаемся Но это все по плану Как пойдет, никто не знает Даже мы Ну что, сиротки Что, ужин готов? Ну, как сказать Почти? Ну, да А, сейчас залили, разбухнет, да? Да У нас сегодня Рылтончик на ужин С колбасой, кстати Какой день колбаса едет с нами? Седьмой, да? Да Сегодня воскресенье? Да, воскресенье Сегодня она растаялась Сегодня царлась Она растаялась Блин, сегодня машина Сорок один с половиной Показала Вот это максимальное Что я заметил Наверное, это и было Максимумо Это на ходу На ходу там еще охлаждаюсь Если постоять где-нибудь То, наверное, больше Показано Не знаю Ой, короче От пляжа мы отъехали Да, но недалеко Вон он Платный пляж Здесь по дороге Выезжают машины Где-то А, вон поехала Они тут до утра, наверное, выезжать Туда на трассу будут Потому что их там на платном пляже На платной стоянке Или пляж Это, я не знаю Набилось очень много О, здесь аэропорт рядом Самолеты взлетают Вон в самолете Плетит свет, смотри Он полетел в теплые края Куда уже теплее, если честно А, ну да Может в Мурманск полетел Все может быть А еще тут нас будет охранять Лисичка Она убежала, да? Да, она там Ну, я так думаю Она где-то тут по кругу бегает Как она? Пустынная, степная лисичка такая Плохлая Наши просто им холодно зимой Они пушистые А это такая короткошерстая Прям такая спортивная В спортивном костюме Да, да, да И цвет у нее такой, да Желтоватый, светленький такой А не рыжий Красивая В общем, она убежала Я думаю, ночью вернется А так вообще Вот какая-то тоже съездная дорога Здесь вроде никто не ездит Палаточку поставили Машину припарковали И все Будем ночевать Дождемся утра Когда солнце нас разбудит Опять своими жаркими лучами Пойдем на пляжик Искупаемся Нам надо потусить Где-то часов до 10 Пока откроются банки Потому что сегодня воскресенье Сегодня все банки закрыты были Мы уже последние эти тенге Слили на бензин Там остались у нас только монеты По-моему, да? Блин, я же Да, да, да Я же вам не показал Как выглядят тенге Красивые, цветные Надеюсь, завтра покажу Спать, возможно, мы сегодня Будем с ветерком Потому что сейчас Он обдувает неплохо Хотя жаркий Может быть, ночь Он немножко так Подстынет И будет комфортно Ладно, в общем Мы ужинаем Если у кого есть желание Поддержать нас Рублем Реквизиты в описании Все вопросы Пожелания Оставляйте в комментариях Все Всем удачи Пока Остальные проблемы Это будут проблемы Завтрашнего дня Сегодня у нас нет проблем